хочу сегодня прокомментировать вчерашний день вчера напомню состояла судебное заседание олега алексеевича зубкова и где диной анастасии и сегодня я включил этот видеоролик и я просто шоке и в шоке от того что я увидел давайте посмотрим день друзья а мы снова под судом сидим в машине очень интересная локация у вас очень интересная локация и у вас очень интересное поведение последнее время которое у массы огромной массы людей стало вызывать много вопросов и недоразумение вообще что с вами происходит татьяна викторовна у вас все хорошо вы хорошо себя чувствуете последнее время я был возле этого здания суда узнают локацию вы стоите я так понимаю припаркованные в автомобиле под деревом и как бабушки на лавочке обсуждаете внешность как выглядит анастасия гнедина и как выглядит ее мама я почитал комментарий у богдана который перезалил такой же ролик со своего телефона к себе на канал ладно еще татьяна викторовна там возможно какая-то профессиональная ревность наверно коллегу алексеевичу или просто же неприязнь к женщинам а богдана ты каким боком туда лезешь ты того до какого уровня ты будешь дальше опускаться я почитал комментарии которые у тебя не удаляются где пишут напрямую называя их проститутками шлюхами и прочими девушками легкого поведения сошедшими откуда-то там и так далее вы с какой целью это делаете вообще у вас что то есть очень человеческой нормы морали понимания вообще какой-то независимо от того что они там судятся что она там написала заявление у нее пострадал ребенок в этом парке олег алексеевич несмотря на все это он пьет с ней кофе общается с ней и как вы сказали ведет себя благородно так почему вы своим поведением как я считаю просто позорите и мне становится мерзко и неприятно что когда-то рядом с вами стоял я потому что я себе такие вещи не позволял всегда самого первого дня мы предупреждали что никакой травли никаких оскорблений на моем канале не будет и они всегда модераторами и мной удалялись банились и это было запрещено всегда и запрещено по сей день почему себе позволяете такие вещи комментарии которые вы закрепили под своим же видеороликом написано без комментариев теперь понятно как они смотрели за ребенком вам очень сильно понравился этот комментарий у меня вопрос возникает к вам тогда а что понятно как они следили за ребенком что вам стало понятно по ее внешнему виду или вы думаете это как-то повлияет на судебные процессы или как-то олег алексеевич друг станет невиновен от того что вы будете травлю организовывать этим людям в интернете какой цели вы это делаете я вам напомню один такой момент когда была видеозапись сделана когда олег алексеевич с анастасией гнединой пили кофе когда я вопрос задал по поводу этой видеосъемки зачем это вы делаете вы мне на это ответили на моем канале много сумасшедших бабушек которые ее разорвут просто в дребезги комментариях я специально не буду больше их модерировать чтобы они писали там как можно больше и это правда татьяна викторовна прекрасно знаете что именно так вы это все мне прокомментировали прекрасно именно с этой целью вы это все и делаете и мне рассказывать о том что это с другой какой-то целью делается не надо просто на это уже вы не понимаете какое количество людей от вас каждый день просто начинает воротить от того что вы начинаете делать и мне все равно на ваших вот этих вот поклонников и почитателей которые вам будут говорить правильно да молодец и так далее то больные люди люди которые абсолютно не понимают что они могут оказаться на их же месте рано или поздно их родные близкие родственники друзья знакомые кто угодно точно так же независимо от их статуса и всего остального они будут также подвергаться травле в интернете огромное количество людей которых я могу перечислить и по поводу того как воспитали татьяна виктор если вы позволяете себе такие вещи то будьте готовы что будет всплывать информация про ваших детей про вашу невестку как вы их воспитали про ваш внешний вид будет об все будут все обсуждаться и реагируйте тогда на это тоже нормально и спокойно раз вы себе эти вещи позволяете будьте готовы к тому что будет то же самое именно ваш адрес и те ваши комментаторы которых вы называете самые лучшие наши зрители у нас на парке львов тайган пусть ваши комментаторы потом не бегают по другим каналам и ко мне не прибегают типа что ты себе позволяешь потому что если вы себе такое позволяете то будьте готовы критики свой адрес и те же самые комментаторы спокойно к этому относитесь потому что если можно вам то можно и другим имейте это ввиду теперь по поводу судебного заседания добрый день олег Алексеевич я не буду сейчас все это прокручивать там уже сами посмотрите просто я остановлюсь на моменте когда олег Алексеевич передал слово арману григорьевичу я не буду не конечно говорить о его профессиональной деятельности какой-то да я не имею никакого отношения к юриспруденции непосредственно я но у меня есть люди вокруг меня с которыми общаются мнение я уже знаю прекрасно это что вы делаете последнее время я еще раз повторю вызывает огромные вопросы и сомнения у людей адекватных и здравомыслящих имеющих хорошие должности звания которые раньше вас уважали раньше вас поддерживали а сейчас они вообще не понимают что происходит с вами вы не видите что какое количество людей перестает вас поддерживать и не видите какое количество людей возмущены вашим поведением и то что вы себе начинаете позволять просто людям находиться рядом с вами зная то что вы творите публично сами со своих же каналов людям просто уже ну что называется стрёмно наверно поддерживать комментарии пояснения при этом хочу обратить внимание абсолютно все зрители что я более чем уверен что суд вынесет законные решения российского арман григорьевич суд вы говорите я уверен что суд вынесет законные решения суд обязан вынести законные решения и любое решение которое будет вынесено судом виновным признать олега алексеевича или невиновным признать любое решение будет считаться законным но я так понимаю у вас идет именно уклон в то что олега алексеевича признают невиновным и только в этом случае вы будете считать решение закона но я под даже убежден что так и будет что если олега алексеевича признают виновным вы будете говорить что суд незаконное решение принял такова ваша профессия я знаю что мой подзащитник не виновен бесспорно я с этим абсолютно согласен олег алексеевич конечно не виновен в том что тигр откусил палец ребенку гнединой он никак в этом не виноват это согласен я но есть всегда но вот эта фраза меня просто уничтожила оказывается всегда у него есть доказательства что всегда был нормативный барьер 101 сантиметр вот это мне просто убило я говорю акцентировали бы вы внимание на высоту барьера и не было бы к вам никаких вопросов но вы последнее время стали просто наглеть борзеть врать в открытую когда лихо алексеевич просил своих зрителей обращался горит найдите пожалуйста видео в месяц совершения в месяц когда произошло вот это вот события да когда тигр откусил палец ребенку поищите что доказательства того что тигры находились в этом вольере и на тот момент и всегда находились для чего это нужно было для того чтобы доказать что демин который вам выдавал лицензию или что-то было связано с лицензированием он не осматривал вольер с амурскими тиграми по той причине это со слов демина по той причине потому что там не было на тот момент хищников вольер был пустой поэтому он этот вольер не осматривал и как я полагаю лицензию вы получили потому что этот вольер не был учтен судя по тем комментариям которые давали вы и судя по тем стенограммом которые вы скидывали мне тоже и сейчас вы настаиваете на том что барьер там оказывается был всегда сто один сантиметр так вот олег алексеевич у вас же работали там строители когда-то варили эти отжимные барьеры клетки да и вообще любая строительная работа она должна вестись по договору так вот чтобы вам доказать то что так было всегда вы же просто можете предоставить в суд договор с вашими строителями со сварщиками где будет прописано какие работы они выполняли что они делали и когда это было сделано правильно же или нужно найти этих строителей которые это делали чтобы задать им вопрос есть договор или нет или окажется что договора тоже нет по мне то что вы сейчас делаете то что происходит я говорю мне все равно на вашу толпу безумную которая побежит сейчас мне писать комментарии кто-то там от меня отписываться будет и все остальное бегите дальше если вы говорите победа будет за львами то именно за львами победой будет но за вами ее уже точно не будет люди не дураки и всех людей не обманешь можно вечно кричать и говорить о том что мы правы и мы красавчики мы молодцы но я вижу что сейчас происходит вокруг вас вы себя топите топите и уничтожаете я всегда был сторонник того чтобы сказать правду не лукавить не лицемерить не льстить а сказать правду как она есть я надеюсь что кто-то прислушается ко мне и сделает правильные выводы всем удачи